Город начинается с улицы. Если утром выходишь на чистый тротуар и видишь убранный двор, и день складывается удачно, делится Вадим Киселев. Живет он на улице Гагарина в советском районе Самары. На генеральную уборку вместе с соседями выходят каждую весну. Сообща, говорит, и работать веселее, и потом отдыхать. Во дворе сложилась традиция после субботника устраивать большие чаепития. Убираем мусор, вот это все, ветки все время убираем. До чистота, самому же приятно выйти в чистый двор. Вот так, постоянно, каждый год выходим. В советском районе Самары 11 управляющих компаний. Они обслуживают сотни жилых домов. Работа дворника не всегда на виду у жителей, но ее отсутствие сразу заметно. Ежедневно рабочие убирают снег, подметают дворы, наводят порядок и следят за благосостоянием двора. Например, у ассоциации управляющих компаний 41 дом. Это почти 40 тысяч квадратных метров в веренной территории. На сегодняшний момент управляющие компании готовятся к местному благоустройству, то есть в полном объеме. Мы переходим уже на летний период процесса уборки, то есть это очистка урн, снятие навещанной рекламы, уже подметание, соответственно, сбор вытравившего мусора, ну и по местам, где еще снег не растаял, то есть приходит его ворошение для ускорения процесса. Всего ручной уборкой в городе занято больше двух тысяч дворников. Работы всегда хватает. На вахту они выходят ранним утром и стараются максимально расчистить двор к тому моменту, как город проснется. Глава непосредственно отдал команду проработать вопрос о увеличении заработной платы до 16 тысяч рублей каждому дворнику. Это позволит привлечь дополнительные силы непосредственно заинтересовать. В апреле Самару ждет традиционная генеральная уборка. Принять участие смогут все желающие. Инвентарем и саженцами готовы обеспечить районной администрации. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.